Всем привет! Сегодняшнее видео снова посвящено статистике, статистике весны и немножечко пустых банок декоративки. Естественно, у меня такой необычный макияж и я оставлю ссылку на одно из предыдущих видео, которое посвящено эстафете из пакета. Чтобы узнать, что такое эстафета из пакета и почему на мне такой макияж, я думаю, вы заметили, что он необычный, вам нужно посмотреть то самое видео. Я, естественно, обязательно оставлю ссылку и оставлю ссылку на всех, кто участвует в этой эстафете. Тоже рекомендую подписаться на начинающих и очень амбициозных бьюти-блогеров. Итак, статистика, статистика. Давайте я быстренько скажу, что это такое, потому что мне кажется, что каждый раз надо упоминать, потому что люди приходят, кто-то запоминает, конечно, и это супер. И, не знаю, я фанат этой темы, потому что статистика это вообще одна из тем, из-за которой я, наверное, сделала свой канал. Да. Итак, что это такое за статистика? Я так назвала, может быть, кстати, это слово не очень подходит, но неважно. С 2018 года я записываю каждый день в календарик, какой палеткой теней я пользовалась. В 2019 году я стала туда еще записывать тональный крем и палетку для лица. И сейчас продолжаю тоже записывать. Потом я подвожу итоги, чем, сколько раз я пользовалась. И так я понимаю, что это такое часто пользоваться косметиками. И на самом деле я теперь знаю, что это такое часто пользоваться палеткой теней. Я начну прям с палеток теней, потому что это самое интересное и зачем томить зрителей. Значит так, за всю весну, март-апрель-май, я пользовалась 29 палетками. Но у меня только три победителя. Я их называю победителями по частоте использования. На третьем месте по частоте использования у меня палетка, которую использовала 9 раз. 9 раз, понимаете? 90 дней 9 раз. И это третье место по частоте использования. Это палетка от бренда Dominique Cosmetics, которая называется Celestial Storm. Ну, я ей, конечно, пользовалась, потому что я хотела по максимуму понять ее, выжать из нее максимум. И, конечно, я ей пользовалась прям часто. На самом деле я хочу ей чаще пользоваться, но эта палетка достаточно сложная. И поэтому меня каждый раз что-то останавливает. То есть я думаю, сейчас как я создам какой-нибудь креативный макияж. Но просто бывает увлекаешься и долго начинаешь ей краситься. Хотя надо краситься, на самом деле, ей только взяв один оттенок. Мне очень хотелось ее попробовать. И ее ругали. И из-за этого мне еще больше хотелось ее попробовать. Ну, я оставлю ссылку на видео про эту палетку, где я прям подробно рассказываю все о ней. И я вот сейчас смотрю, она такая красивая. Она очень красивая. 9 раз. Ее надо бесконечно использовать. Бесконечно. На втором месте по частоте использования была палетка, опять же, от того же самого бренда, палетка Latte 2. Я ей пользовалась 10 раз. Это странно, мне казалось, намного больше. Она у меня появилась аж в феврале. Вот. Я не знаю, почему так получилось, что я пользовалась ей всего лишь 10 раз. Но это все. Я записываю. Это цифры. Ощущение, что больше. На самом деле. Вот, кстати. Не, она очень клевая, конечно. И, может быть, она не слишком яркая, что ли. Я не знаю, почему я чаще ей не пользуюсь. Но она клевая. Пахнет вкусно. У меня, естественно, есть видео про эту палетку. Безусловно. И вообще у меня есть целый плейлист про все палетки о Домини Косметикс. Но 10 раз. Такое интересное вот ощущение. Ну, на самом деле, она, конечно, нюдовая. Я не знаю, кто там что думает. Вот эти вот достаточно светлые оттенки. Нюдовая палетка. Наверное, я как-то опять ухожу от нюдовых. Я не знаю. Вечно я куда-то в яркое ничто ухожу. На первом месте. Тут уже отрыв. Потому что я пользовалась этой палеткой аж 15 раз. Эта палетка от Наташи Денона, которая называется Метрополис. Ну, на самом деле, я ей пользовалась искусственно. Я устроила челлендж с подачи Даши, да, Рос Хани. Я две недели пользовалась этой палеткой. И получилось, что 15 раз я ей накрасилась за две недели. Ну, тут искусственно. На самом деле, уже не первый раз, когда у меня типа челлендж или, ну, как бы искусственное использование палетки побеждает. У меня даже вот в прошлом году морфи, она была месяц у меня, но я ей больше, чем 30 дней, вернее, больше, чем 30 макияжей с ней сделала. Я считаю макияж, кстати. Я считаю макияж, а не просто день, да. Бывает, что в день я могу накраситься, ну, два раза, да. Пару раз было, что три, но это перебор, конечно. Да, там получилось больше, чем 30 раз. Тогда она у меня вообще победила по частоте использования за весь прошлый год. Вот 15 раз с этой палеткой. И нет, она мне очень нравится. Я тут иногда вижу видео, когда люди ругают эту палетку, и я думаю, ну, я не знаю, я не знаю, может быть, я не такой искушенный пользователь, но мне она нравится на самом деле. Очень клевая палетка. И 15 раз она мне победила. Я не удивлена, потому что я знала, потому что это был челлендж в мае, в мае, да, потому что она у меня появилась в мае. Дальше по частоте использования, то есть максимум 15, потом 10, потом 9, и потом с сильным отрывом. Пять раз, но таких палеток три. Я тремя палетками пользовалась по пять раз. Одна из них это Наташа Денона Мини Голд. Вообще у меня ощущение, что я больше раз ей пользовалась, но почему-то пять всего лишь. Не знаю, у меня ощущение, что реально больше раз ей пользовалась. Потом опять же Наташа Денона, ну, просто они у меня весной как раз появились. Палетка номер 10. Опять же ощущение, что я гораздо чаще пользовалась ей. Может быть, знаете, это мысли о том, что хочу накраситься, и я думала, что я накрасилась. И вот эта палетка от бренда Profusion, это вообще удивление, потому что я даже говорила, что я ей часто пользуюсь, и все такое. Оказывается, всего лишь пять раз. Я не знаю, но это вот цифры, а вот ощущение, представляете, насколько сильно все это отличается. Вот это меня прям больше всего поражает, и это заставило меня записывать, когда я какой палеткой пользуюсь. Всего лишь пять раз. Хотя реально у меня ощущение, что я ей намного чаще пользовалась. Я вот серьезно удивлена, все остальное это там 3, 4, 2, 1 раза, но вот эти три меня серьезно удивили. Я была уверена, что они у меня попадут там в тройки. Ну, Profusion так вообще, потому что Profusion у меня вообще появилась в марте, в конце марта, и она у меня долго лежала на столе. Я вообще не понимаю, как так получилось, что я ими всего лишь по пять раз пользовалась. Теперь переходим к тоналкам. Тоналки я записываю частоту использования не только для того, чтобы узнать, как часто, но еще, чтобы узнать, насколько хватает тонального крема. И тут, конечно, очень интересно все, завис, конечно, от текстуры. Максимум у меня было, когда 15 мл хватило на 70 раз, а минимум это было, когда 30 мл хватило на 45 раз. Я раньше была уверена, что тонального хватать должно на 2 месяца минимум при ежедневном использовании. Ну, то есть это как бы 60 дней, но оказывается не всегда. Реально странно. Но ладно, сейчас у меня не те цифры, это я просто решила вспомнить про свои великие подсчеты прошлые. Опять же, три места главных я выделяю. И на 10 месте тональный, который я использовала 10 раз, и тональный, который сейчас на мне, это тональный от бренда Nars, который называется Natural Radiant Longwear Foundation. У меня в оттенке Deville. У меня Nars, вот эти классические их тональные, они у меня все в оттенке Deville. В общем, я его использовала целых 10 раз. Я скажу, что да, наверное, есть это ощущение, что я его использовала 10 раз. И я потихонечку его использую. Вообще все тональные. Я перестала покупать тональные. Когда последний раз купила? В марте последний раз я купила один тональный. Но все, я решила, что нужно прекращать, потому что пока у нас вот эта тема с масочным режимом, зачем вообще все остальное? Нужны только тени, мне кажется, только тени. И вообще у меня такое приятное какое-то ощущение, когда у меня тональных вот не целая куча, потому что я тогда начинаю думать, так, какой надо раньше закончить там по срокам, потому что я жидкие текстуры не могу превышать по срокам после вскрытия. У меня с тональными, конечно, не было страшных проблем, чтобы я ей никогда не доводила, но просто у меня было с реакцией на глазах, я настолько боюсь это, что я думаю, не будем. Так, в общем, он у меня заканчивается по срокам аж в следующем году, поэтому все нормально. Здесь вот он у меня из-за того, что горизонтально лежит, я не знаю, но тут можно посмотреть, я так понимаю, что где-то осталось, здесь осталось, я думаю, еще вот столько, может даже чуть поменьше, но он достаточно экономный, конечно, спонжем больше тратится, но такой, я не сказала бы, что я готова повторять. Я не знаю, даже у меня такое смешное к нему чувство. Тональный, который я использовала 13 раз, он у меня на втором месте, это тоже тональный от Nars, он называется, он как бы не совсем тональный, потому что это Tinted Moisturizer, то есть это типа увлажняющий крем с тоном. И он у меня, он у меня заканчивается скоро по срокам, он уже, по-моему, до конца июня, но вот я его там типа пытаюсь добить, он у меня в оттенке Finland, но я скажу так, он мне не очень нравится, не то, что не очень, он мне не нравится, это не самый ужас. Хуже него только вот этот матовый, но я им пользовалась весной всего лишь 4 раза, и вот, конечно, видите, у них, кстати, срок по полтора года, в отличие от тональных классических, там по 2 года, здесь по полтора года, в общем, он намного хуже, чем этот, я его уберу, про него не говорим, он у меня вообще лузер, вот, а этот, я даже не знаю, как бы ощущаю, что его все-таки надо заканчивать, потом все-таки здесь SPF 30, и он более или менее как-то, но все равно каждый раз выносишь, и он раздражает. Вот, если его нанести совсем немножко, и поверх я выравниваю кожу пудрой, какой-нибудь выравнивающей, тогда еще нормально. Ну, так, я не знаю, я понимаю, что люди его любят, и я даже понимаю, почему они его любят, но все равно, мне надо, чтобы все же побольше было покрытие, потому что, если я делаю какой-то такой макияж, мне надо, чтобы ничего не отвлекало, понимаете, я хочу, чтобы все было ровненько. Так что, да, он у меня на втором месте, я не думаю, что я его добью, тут, конечно, не так много осталось, тут вообще я не добью, они у меня оба, я их купила в один день и открыла в один день, я, конечно, гений. В принципе, я считаю, что много раз я ими попользовалась, я потом посчитаю, сколько всего раз получилось, но добивать я не буду, потому что зачем себя мучить, я не знаю. Я, конечно, понимаю, что это нерационально, но бьюти-маньяки не могут быть рациональными, мы же бьюти-маньяки, мы не просто пользователи косметики, мы бьюти-маньяки. Тональный, который у меня занял первое место по частоте использования 15 раз весной, это очень странно, но я его выбросила. Я вообще поражена, как это произошло, но я все перерыла, я его не нашла. Это тональный от бренда Makeup Revolution, который... Нет, он не от Makeup Revolution, он от Revolution Pro, и он называется Foundation Drops. Я его у себя на канале несколько раз показывала, я им пользовалась, и он мне очень нравился по текстуре, я картинку теперь просто ставлю, потому что его нет, нечего сказать. Он мне очень нравился по текстуре, кстати, всего... Сколько раз я им пользовалась? Сейчас, подождите, подождите. Всего я им пользовалась что-то около 30 раз, у меня там немножко как-то набутано, я думаю, где-то 25-30 раз. У него там 18 миллилитров, и я его не добила, но там уже совсем немного оставалось. Он... Ну, то есть я не успела по срокам его добить, он мне по цвету не очень подходил, там оттенок 6, он... Этот цвет мне максимально подходит из всей их линейки, но он мне не очень нравился на лице, он такой как бы розоватый слишком, вот. Но сам по себе он очень хороший, мне он нравился сам по себе, то есть по ощущениям, по текстуре, как он перекрывает, в общем, хотя у него еще запах неприятный, ну вот да. Значит, получилось так, что на третьем месте тональный я использовала 10 раз, на втором тональный 13 раз, и на первом 15 раз за все 90 дней. Но у меня еще, конечно же, да, всего за всю весну я использовала 12 тональных, и одну пудру я несколько раз использовала для выравнивания тона. Но, в общем, после этих, то есть следующий по частоте использования после 10-го, то есть то, что я могла поставить на четвертое место, может быть, это не так интересно, я не знаю, зачем, кстати, так я сумбурно решила поговорить, это тональный, который я использовала по 7 раз, и их 2, и опять это NARS All Day Luminous Foundation, он у меня тоже в оттенке DeVille, и опять это Makeup Revolution, это Conceal and Hydrate. Вот он очень быстро как-то заканчивается, это прям как-то очень странно, я тут проверяла, и я удивлена была, потому что я его открыла в первый раз в ноябре, по-моему, и, в общем, очень безумно странная цифра, я всего им пользовалась 10 раз, вот ощущение, что гораздо больше, но в прошлом году серьезно мало я им пользовалась, и только сейчас опять начала им пользоваться, то есть 7 раз, и у него уже очень много потрачено, хотя это очень странно, ведь тут, хотя, знаете, а, все понятно, здесь 23 мл, все понятно, все понятно, ну, что я скажу, он сам по себе неплохой, да, единственное, мне не очень нравится, как он на подворотке ведет себя, но это с течением какого-то времени, а может быть, что из-за маски, я как-то забыла и все спутала, но он неплохой, он неплохой, но он не самый стойкий, если сравнивать его с первой версией, которая Conceal and Define, тот тональный более стойкий, но он все-таки посуше, этот поприятней, и тут этот цвет чуть-чуть отличается от моей кожи, а тот был прям, прям вообще мой родной, вот, ну, даже я не знаю, он очень неплохой, у меня, кстати, это оттенок 5.7, это оливковый подтон для светлой кожи, это супер, это супер, ну и что касается тонального от Nars, тут опять тоже не видно, потому что он горизонтально у меня находится, ну, как-то, я не знаю, мне уже надоело, наверное, говорить про тональные от Nars, я уже много чего говорила про них, у меня есть даже отдельное видео, которое вышло еще в прошлом году, где я рассказывала про все тональные от Nars, и потом я вообще просто рассказывала про Nars, и Nars, Nars, в общем, что-то слишком много я про Nars, я просто оставлю ссылки на те видео. Что касается всего остального, то там по 5 раз, по 4 раза, что-то там по одному разу, что-то я даже уже перестала использовать, ой да, ой да, я сейчас вот смотрю, я, конечно, не знаю, что со мной случилось, почему я выкинула пустые банки, я должна их показывать, я даже не знаю, как так со мной произошло, я вообще человек, который с трудом что-то выбрасывает. Значит, я выбросила тональный Revlon, потому что тональный, который вот, ну, я покажу его на картинке, это вот это такое тональное покрытие, которое в баночке, он все больше и больше сушил, он и так типа с матовым эффектом, но я не знаю, о чем я думала, тяжело он у меня вообще пошел как-то, вот причем там консилер такой маленький, он неплохой, а вот сам тональный, он тяжело мне пошел, и он у меня и по срокам там вышел, все, в общем. Насчет палеток для лица, я решила, что в следующем году я их не буду записывать, потому что у меня получается полный сумбур, я очень часто пользуюсь однушками, ну, то есть отдельно румяна, отдельно контур, там отдельно хайлайтер, и я решила, что, контур, скульптор я имела в виду, и я решила, что, наверное, хватит записывать, потому что, когда я пользуюсь однушками, я просто пишу однушки, а какие там однушки, я пыталась их записывать все, но это такое целое дело, в общем, это долгое, то есть надо каждой указать, это целое дело. Я решила, что в итоге, наверное, я не буду записывать, потому что сейчас у меня статистика по палеткам для лица очень такая, какая-то хаотичная, и получается, несмотря на то, что за всю весну я воспользовалась 21 палеткой для лица, у меня все равно это неполная картина, потому что, ну вот представляете, 21 палетка, и там, ну я не знаю, может они половину этого времени занимают, потому что все остальное это однушки. И вот как-то я даже не знаю, зачем мне записывать про эти палетки для лица, я на самом деле статистику начала именно из-за палеток теней, потом решила про тональные записывать, чтобы просто подсчитывать, насколько хватает тонального, знаете, я просто хотела в какой-то момент прийти к тому, чтобы у меня, например, было, ну максимум 3 тональных, или там 2, ну чтобы я знала, знаете, сколько мне нужно в год тональных. Давайте я скажу, все-таки сейчас запись есть, то у меня есть запись. Итак, опять, тут нормальные цифры, потому что мне надо, знаете, бывало выходило там за весь сезон, максимум что-то выходило там 5 раз, вот сейчас хотя бы хоть что-то приближено к 10. Итак, палетка, которая у меня на третьем месте по частоте использования, это палетка от бренда Profusion, которая называется, почему я говорю и не показываю ее, и не говорю, сколько раз я ей красилась, эта палетка вот эта, контурирующая, 10 раз я ей пользовалась, ну это неудивительно, потому что она у меня, это у меня самая последняя палетка для лица, которую я купила, я имею в виду, и я ей как раз пользовалась активно, она мне нравится, я в итоге поняла, что я не пользуюсь вот этими двумя срезами, это слишком темный какой-то бронзер, это слишком темный хайлайтер, но мне нравится здесь скульптор, мне нравится здесь хайлайтер, мне нравится здесь вот эта пудра, все остальное мне нравится, и получилось 10 раз ей пользовалась, в целом очень неплохая палетка, которой я пользовалась 11 раз, то есть она на втором месте тоже Profusion, и это палетка с румянами, ну здесь мне все румяна нравятся, хотя максимально часто я пользовалась вот этими и вот этими, но мне очень нравится эта палетка, меньше всего вот этим цветом, это все-таки бронзер, наверное, ну она мне действительно нравится, вот если говорить, что мне больше нравится, какая палетка из этих, я, наверное, скажу, что вот эта, потому что, ну она пофункциональная и румяна, они такие веселые, ну и что касается моих ощущений, что чувствовала ли я, что я ими столько раз пользуюсь, то я скажу, да, чувствовала нормально все, то есть все совпало с моими ощущениями, но палетка, которая у меня оказалась на первом месте, на самом деле меня удивила, палетка, которой я пользовалась 12 раз, то есть не намного больше, это палетка от бренда Urban Decay, которая называется Naked, из их линейки Stay Naked, Stay Naked, Naked, просто супер название, что можно еще сказать, зачем придумывать, 12 раз я пользовалась этой палеткой, я не думала, что так часто, на самом деле, ну я думала, что часто, но не так часто, то есть чтобы она у меня стала на первом месте, палетка, конечно, очень клевая, и вообще мне очень нравятся палетки от бренда Urban Decay, именно для лица особенно, то есть для глаз там, знаете, есть из чего выбрать, и потом там разнообразие, а вот для лица вот это прям вот формула, которая мне нравится, вот еще бы только скульптор был, вот и вообще было бы вообще супер. Так, что касается всех остальных, то тут у меня целая куча палеток, которыми я пользовалась по 4 раза, и я их даже не приготовила, там и Зуива, там и Smashbox Cali Contour, там и Makeup Revolution, в общем, много, куча палеток, которыми я пользовалась 4 раза. Есть одна палетка, которая у меня тут как бы, я ей пользовалась 10 раз, только подождите, я думала, что она у меня в однушках лежит. Палетка, которой я 7 раз пользовалась, но это как бы относительно палетка, потому что это двоечка, и я иногда ее записываю, иногда не записываю. 7 раз я пользовалась этой двоечкой от Focalure, у меня в оттенке 0.3, и здесь отличный скульптор, на мой взгляд, но темноватый хайлайтер, он в принципе ничего, как бы и на мне нормально, но его немного видно, как бы, я не знаю, он провидно, что он золотой, и это меня немножко отталкивает. Но когда я пользовалась и тем, и другим, я записывала. Только тогда, если только я использовала один только контур, почему я говорю контур, один только скульптор, то я не записывала. То есть, если я беру что-то одно, я не записываю. Если хотя бы два, ну да, кстати, если это касается румян, то нет, потому что если палетка румян, то приходится. Ну, в общем, видите, тут не получается. В общем, с этими средствами для лица не получается вот быть по-настоящему объективной. Поэтому я, конечно, в этом году еще, наверное, продолжу, хотя, может, и перестану. Ну, то есть, я не вижу смысла, на самом деле, с этими палетками для лица. Что касается пустых банок, кроме тех, которые я показала только на картинке, у меня тут кое-что еще все-таки подкопилось. Слава богу, я это не выбросила. Я даже не знаю, что со мной случилось. Человек, который ничего не выбрасывает. Карандашик, который у меня просто развалился от бренда Physicians Formula. Он просто полностью вывалился и развалился. Он был сатиновый. Там всего три карандаша. Я сейчас могу достать, но они все будут выглядеть одинаково. Значит, три карандаша в наборе. Есть черный набор, есть коричневый набор. И в каждом из них карандаш, карандаши с разными финишами. Сатиновый, матовый и с блестками. Вот у меня остался матовый и с блестками, и с ними все нормально. А вот сатиновый, он выпал и раскрашился. Хотя, он мне нравился больше всех, потому что он смотрится, не знаю, он был какой-то самый клевый. Ну, печально, очень печально, поэтому, конечно же, он типа у меня пустая банка. Целых три консилера. Консилер от бренда Benefit, который очень долго у меня не заканчивался. Это Bowling, который Cakeless Concealer, который жидкий. У меня в мини-версии, в оттенке 02. И все. Я его по-настоящему полностью абсолютно добила. Он так долго не заканчивался. Это удивительная вообще вещь. Он мне в целом понравился. Единственное, он матовый. И он, конечно, мне не сушил. Я скажу, да, он вообще мне не сушил. Многим почему-то он сушит. У него, из-за того, что он матовый, видимо, у него какой-то конфликт с некоторыми тональными происходил. И получалось, вот здесь вот на стыках его было немного видно. Но не со всеми. С некоторыми, да, с некоторыми, нет. Мне очень нравилось, как он перекрывает. И мне очень нравилось, как, ну, у него прям пигментация офигенная. Ну, хороший. Я не знаю, у меня очень хорошее к нему отношение. Но вот этот вот конфликт такой был. И я его, я его прям вообще полностью на нем сконцентрировалась. И я его вообще закончила. Но я консилера не записываю, насколько хватает. И два консилера. Они у меня уходят. Наконец-то! Они у меня уходят в пустые банки. Это опять NARS. Два, потому что, на самом деле, это один, но это два разных оттенка от NARS, которые Radiant Creamy Concealer. И я не понимаю, до сих пор их хвалят, что такое. Все знают, по-моему, уже, что они не такие клевые, как мы думали изначально. Но все почему-то продолжают их хвалить. Я не понимаю. Значит, у меня один в оттенке Vanilla. Вот он у меня вообще закончился. Слава богу, я уже вообще замучилась с ним. Он закончился. Все, уже тут ничего не вылезает. Я прям даже немножко тут вижу, просвечивает. Все, супер, наконец-то! А вот этот у меня, конечно, не закончился, но он темный, потому что он тут как-то, в общем, кофе с молоком, я помню, это переводилось. Это по-французски. У меня оттенок 2.6. Я по-французски не могу прочитать. Я смотрела, но я уже забыла, как это читать. Тут очень мало уже осталось. Я уже под конец это все стала на лицо использовать, чтобы добить. Ну, я скажу, что надо было, наверное, изначально на лицо использовать, потому что на лице он мне намного больше понравился, и он не так сильно сушит лицо, как он вот здесь мне сушит. И вот этот момент, когда ты его нанесла, и надо обязательно срочно, быстренько закрепить его пудрой, иначе он начинает тут собираться, мне это так достало. я, знаете, я считала, что это самый худший продукт от NARS, пока я не попробовала их тушь, которая называется XS, Climax. Вот, она еще хуже, чем они, ну, чем вот этот консилер, но все равно это прям очень неудачный продукт, и я не могу понять, почему до сих пор все помнят, что его хвалили. И еще одна штучка у меня будет пустой банкой, это помада, она у меня до конца так и не закончилась, вот чуть-чуть тут осталось, это от бренда Sephora, это не совсем помада, они говорят, что это бальзам, их уже больше не делают. Я все-таки хотела добить, но она у меня, я не знаю, насчет сроков, срок после вскрытия это вышел, но срок годности, по-моему, нет, я уже не помню. Я все-таки хотела добить, потому что обычно у меня с помадами нет таких, там, каких-то проблем, но тут у меня недавно, из-за того, что у нас похолодало, выключили батареи, у меня тут возник, я не знаю, это в принципе не простуда, я не знаю, у меня просто никогда раньше не было этого, и поэтому я не уверена, что это была именно вот эта простуда на губах, но в общем, какая-то у меня штучка появилась, и она вроде бы как сошла, то есть она у меня появилась, но на следующий день ее нет, и я села снимать видео, и накрасила губы этой помадой, и к концу видео, я не буду говорить какого, потому что там, в принципе, это видно, к концу видео она у меня снова увеличилась, и я подумала, может быть, это из-за нее, то есть она как-то подействовала, вызвала какое-то раздражение, ну потом я, естественно, перестала, я еще там помазала мазью, все прошло, но я как-то стала с осторожностью смотреть на эту помаду, и решила, что надо ее, наверное, тогда убирать, наверное, может она у меня вышла там действительно как-то по срокам, может быть, это не в помаде дело, но решила я ее тоже, типа, в пустые банки. Ну, я не показываю уход у себя в пустых банках, потому что, мне кажется, про уход не так интересно, у меня, кстати, про уход есть одно видео, я его давно сняла, я решила, что я его сниму, и если вдруг кто-то задаст мне вопросы про мой уход, я буду их отправлять на то видео, потому что меня не тянет снимать видео про уход, больше мне нечего сказать про статистику и про пустые банки, я жду ваших комментариев, что вы думаете по поводу этих цифр, связанных со статистикой, если вам интересно, но у меня есть еще прошлые видео, если вы их не видели, вы можете посмотреть, хотя мне кажется, что актуальность этой статистики достаточно быстро уходит, может быть, только за год, вот там еще более-менее интересно, за год я вообще делала два разных видео, в одном я говорила только про палетки теней, а в другом я говорила только про тональные и палетки для лица, я решила тогда разделить, потому что там получилось серьезно много, на этом, я думаю, уже можно заканчивать, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ставьте дизлайки, если оно вам не понравилось, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались, а также подписывайтесь на каналы, которые я укажу в описании, потому что там очень амбициозные, очень талантливые бьюти-блогеры, всем спасибо за внимание, пока!